Детство мне принесло и понимание, наверное, первое религиозное понимание, не сформулированное. Мне купили велик, и вроде бы такое счастье, уже все ездили на двухколесном, а я еще с толстыми колесами, это ужасно. Мне купили орленок, а мне лет-то было, наверное, 10. Это было такое счастье, мы у амбара его собрали, солнышко, лет, то ли июнь, то ли июль. И в то же самое мгновение, когда я сел и поехал на него, меня пронзило в откуда-то возникшее, прямо из глубин души. Такая жуть, я понял, что я умру. Почему это связано было с великом? Видать, я так счастлив был, что там это близко, это ужас. Я три дня не мог спать, есть, я прятался, у нас такой был в доме, отсек, не отсек, а где складывали старые матрасы. Я взрывался в старые матрасы, потому что даже ночью я не спал. Я по оврагам ездил, чтобы там аторийскому отбиться от этой мысли. Чего я только не делал. Разбивал кулаки в кровь, но что-то с собой делал, пытался иной днем, и ночью. Меня терзал страх, ужасный, ужас. И на третий день это неожиданно кончилось пониманием, что я бессмертен. А оно ни слова, я тогда не знал, что оно в себе несло, что Бога оно несло. Но я сейчас понимаю, что я тогда собрал друзей, таких же маленьких дурачков, как и я деревенских, и сказал, что когда я его, да, с великами. Там не только там Лариска была соседка, без велика. Реально. И что когда я умру, не надо трагических, нужно что-то веселое, потому что дальше лучше. Вот я до сих пор так к этому отношусь. Потрясающе. То есть ты действительно собрал и сказал? Да. Да. Ну, во-первых, мы компаниями ходили, то есть у нас было, ну, как и сейчас, во дворах. И для меня это было так важно. Потом. А как это реагировали-то? Нормально-нормально. Нормально-нормально, это абсолютно, да. Это же детство. Это вот детство меня вело. И мы, естественно, на Пасху бегали, ездили, смотрели, как там таинственные планетяне в золотых одежах. И однажды у меня было столкновение, у нас старая школа стояла в трех километрах от дома, в поле, в таком окруженном деревьями, островке. Распаханные поля турнепсом за кормовой свеклой запаханы, ну, засеянные. И через поле была церковь. И туда старенький все время, я когда сидел за партой, за своим всем костюмом, вот в этом, еще парты деревянные, еще ручки, прописание. Я помню, что я какую-то черчу каллиграфию, и под грозовым небом идет старик-священник. А однажды я пошел на кладбище, мы играли с кем-то, и меня застал дождь. И я с ним под козырьком. Так что бы вы думали, прошло время. Ну, я вынужден был там на кладбище, у меня брат погиб, и я его хранил там, потому что такое родное место. И я познакомился с отцом Иоанном, кто служит ныне. Оказывается, там был архимандрит, старичок, он меня хорошо помнит. И он мне тогда сказал, что ты вот, говорит, вот это твое место в церкви, твое место. В детстве тебе сказал. Вот да, вот через... Когда дождь. Когда дождь. Потом вот, у меня все вот, я говорю, кулаками. Нельзя сказать, что я прям вот так, оу, и прочитал Августина, и оу, нет, такого не было. Прям фу-фу-фу. Потом иногда к Богу тоже шел, как вот из прагматичных соображений. Мы поженились с Оксаной, мы как две газовые горелки были, но это звонкие 90-е, и при нашем характере, я вот фильм «Адреналин» видел, где он на мотоцикле стою едет. Вот это примерно мое вот на тот момент состояние внутреннее. Да, весело. Очень дерзновенный я был отрок. И тут я влюбляюсь, совершенно вот оголтело влюбляюсь, это безумие. И у нее происходит, видимо, такая же ситуация, мы от этого пьяны, и мы очень хотим сохранить, потому что понимаем, как только схлынет чуть-чуть пьянство это любовное, мы тут же столкнемся друг с другом. А мы очень сложные люди. Стою на мотоцикле, я напоминаю. Да, да, да. А мы похожи с ней. И мы тут же в церковь. То есть почему-то нам что-то, мудрость какая-то в нас подсказала, что нужно не венчаться, а идти по платформе. И мы познакомились сразу с отцом Владимиром Волгиным, он как-то быстро-быстро, без ничего, вот как микрохирургия, ничего не сделал, а сделал. Вот все-то посидели, попили, и вот оно все встало на места. А потом прекрасный неофитский период, когда я был прям святий Папы Римского, и там, ну вот. Потом тоже странно у меня. Однажды вернулось то состояние жутия. Это было уже, я уже закончил институт, я столкнулся, я тоже ничего. Я снимал на Коломенской квартиру, я занимался спортом, я снимал кино, я писал сценарии. Я был довольно чистоплотный отрок. Ну, не отрок уже после армии, я все отдал родине. Я не был блудливым, то есть я в границах допущенного молодому человеку с деньгами, потому что я много работал, у меня были деньги, а затрат не было. Это сейчас иная ситуация, но она приятная тоже, это такое садомаза многодетного отца. Вот, и вдруг я стою у окна, тоже солнце Коломенское видно, и меня разрывает, вернувшись, вот этот ужас. И это тоже было три дня. Тоже три дня я прошел всю Москву пешком. Меня вот с тех пор, я как Форрест Гамб. Когда мне плохо, я иду. И еду на звезду.